Супер! Смотри, вот обрыв такой из Днепра, смотри, как красиво. О, какая красивая. У японской школьной программе есть уроки любования природы. Это не есть природознавство, а природа захопления. А у нашем Махилёвском телеэфире уроки истории с географией, где есть захопление и природы, и живёлами, и людьми, усим життём. История с географией – это про вёску, а любую, великий агроградок, и маленькую вёсочку, на скрыжавание великих дорог, а любые глубинцы. Мы назираем, а часом и подглядаем за штудённым життём селян. У нас нема закадрового тексту и морали адвядучего. Мы просим рассказать про свою вёску я иже хару. Ой, солнышко, право глаза! Каб всем было счастье и здоровье. А трудиться? Будем трудиться, будем богатеть. Будем живы, не помром. Не помром. Мы на свой лад перейначили неореализм. Плынь, яка яна родилась и у послевоенным итальянским кино, да помогла и нам знайсти свой подмурок для сдыма. Життё, якой яну есть. Реальное, звычайное, штудённое. Детали новокольных асяродзе, яке я сдолила зауважить телекамера. Соправдное почутце людей, яке яны открыли перед нами и клядачами. Не бойтесь. И на наших уроках не стае место пессимизму, зато и есть гумор. Без гумора у нашей працы не льга не як. Ой, бачки учекают. Их это вельми добра, что у кожаной вёстцы есть свой характер, свой стыль, свои люди и свои живёлы. Мы их у всех любим. Умеешь ты вести диалог? А я всё детство, сколько себя помню, проводил каникулы деревни. Деревни бабушки, дедушки, взрослого мужика побольше подростого. И до сих пор у меня деревня, до сих пор у меня охорот, 25 соток, с картошкой давеча вчера копаной. И я в деревне вырос и никуда от неё не отдалялся. Ну, наверное, в принципе, как и у всех, детские годы, они самые прекрасные. И вспоминаешь карьеры, вспоминаешь купание, сено. То есть, ну, деревня – это всё. Всё-таки для меня, как для звукорежиссёра, для меня главное в истории географии, вот то, что мне нравится – шелест травы, шелест листьев, задувание ветра. Ну, естественно, животное. Животное, птицы – это наше всё. Коты, собаки, гуси, хрюши. Ой, она добрая, она чистая, она светлая. Ну, не знаю, много можно говорить слов о этой передаче. Она добрая, я получаю положительные эмоции. Я улыбаюсь, когда я вижу людей, этих добрых, симпатичных детей, которые не похожи ни на кого. Ну, звери, конечно же, звери, любимые. Лошадки, хрюши, конечно же, уточки. По грязи, обязательно. Те, которые плавают, которые копаются в грязи. То есть, своя жизнь, то, чего ты не увидишь здесь в городе у нас. То есть, ну, хорошая передача, добрая. До слова сказать, история с географией – это одна передача на нашем телеканале, якая мае своего композитора и своего мастака. Композитор Сергей Коучик живе у Санкт-Петербурга. Мы его николе не бачили. Выпадковое знаёмство в интернете провело до сталых и супрационниства, якое мы вельми ценим. И вот, что написал нам Сергей, конечно, на муве оригинала. Приветствую аудиторию телеканала «Беларусь-4 Могилёв» из Петербурга. Какой из выпусков «Истории с географией» мне запомнился? На мой взгляд, это выпуск про Самотевичи. Село, которое подверглось загрязнению радиацией и было захоронено после Чернобыльской аварии. Это самый сильный выпуск. Хочу пожелать всяческих успехов, удачи всему коллективу телеканала «Беларусь-4 Могилёв». Всегда ваш Сергей Ковчик. Что дотычится мостака, истории с географией, то это Бабруйский мостак Анатолий Концуб. Миновитый его картину «Дом» с дозволением мастера анимировал, оживил наш мостак компьютерной графики Александр Буйницкий. Сам Анатолий Концуб вельми часто пише вёску. Как нелюбительную деревню, когда мы все выросли среди этих деревянных домиков, когда ты приходишь и там находишь в этих серых заборах, в этих немножко там с облежшей краской домиках, этих старых деревьях, наклонившихся. Это там такая жизнь, такая живопись, такое искусство для художника – это рай. И приемно, что Концуб стал героем яшедного проекта телерадиокомпании «Могилёв» с циклом «Камертон» для республиканского телеканала «Беларусь-3». И Бабруйский мостак приехал до нас в телестудию. Наталья Александрович, спасибо вам огромное за то, что вы приехали. Мы продолжаем принимать поздравления. Всего лишь год канала «Беларусь-4», но очень радостно, когда к нам приезжают друзья. Если вы позволите, я назову вас нашим другом. Ну вот, кстати, мы сейчас видим момент, да, вот как вы работаете. Поэтому я считаю, что этот этюд принадлежит полностью моей любимой телерадиокомпании «Могилёв-4». Я с удовольствием хочу его вам просто подарить на память. Спасибо, для нас это будет на самом деле очень ценный подарок. Вот она, красота, да, которая рождается. Да, вот она рождается, вот она. Чуть-чуть я, может, довел. Вот он синий фронтон. Да, немножечко довел, немножко поставил свою эмблемку. Это здорово. Анатолий Концуб, поздняя осень 2015. Я с удовольствием его подарю вам. Пускай он вас напоминает обо мне. А я всегда буду о вас вспомнить каждый день, включая канал «Беларусь-4 Могилёв». Спасибо вам огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова